Одержимость Духом Блуда. Пять видимых признаков одержимости. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Это первый подкаст на тему блуда. Одержимость Духом Блуда. Сегодня мы поговорим, что значит одержимость Духом Блуда, и разберем пять видимых признаков одержимости Духом Нечистоты. Дух Блуда – это нечистый дух, который хочет, делает разделение, разрыв, ссоры или разводы. Этот дух может действовать и через сексуальные отношения, чтобы разрушать семьи. Кроме всего прочего, и просто через и в человеке, для разрушения любых взаимоотношений самого человека и окружающих. Он может действовать как в любых взаимоотношениях, семьях, бизнесе, так и в церкви. Духи Блуда и Духи Разделений – они часто вместе. Это один из нечистых духов, и его цель – разрушить, навести беспорядок, как в жизни самого человека, так и на окружающих. Вред? Конечно, вред. Духу Блуда абсолютно без разницы, что будет с его носителем и окружением. Последствия одержимости. Последствия могут быть большими, вплоть до изменения в жизни самого человека, так и на окружающих. Например, развод, смена церкви, смена общения верующих, разрушение бизнеса. Знает ли он, что он делает плохо? Может он покаяться? Нет. У этого духа нет и мысли про покаяние. И он покаяться и спастись не может. Этого духа нужно знать. Что я имею в виду? Это дух, и его не видно обычными глазами. Но нужно знать его тактику и стратегию действия, чтобы не поддаться его искушению и уберечь свою жизнь. Это вкратце, о чем мы будем говорить в ближайших подкастах. Информации много, и в один подкаст невозможно все вместить. Поэтому мы разделим на серию последующих подкастов и откроем эту тему более широко. А сегодня мы поговорим о том, как увидеть человека, когда он имеет одержимость духом блуда. И вообще мы будем говорить много об одержимости и влиянии на злых, на людей, злых, нечистых духов, бесов и на этом блоге. На такие темы, как нечистые духи, духи неверия, атеизма, нечистые духи и духи одиночества, сатана, духи алкоголя, духи табака, курения и т.д. Это отдельный плейлист «Одержимость. Влияние духов». Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное на нашем блоге «Блуд. Одержимость». Раскрытие духа блуда. 5 признаков духовной одержимости. Духа блуда, когда человек одержим, видно тогда, когда общаешься с ним. Есть, бывает, когда человек находится под влиянием этого нечистого духа, а бывает и одержим. Попросту говоря, одержим, когда нечистый дух находится в человеке, и через мысли и чувства влияет на него и его решение. Таких людей очень мало. Не нужно искать этого духа во всех. Повторюсь, их очень мало. Много. Когда эти духи влияют на человека со стороны и могут своего рода говорить через человека. Но это отдельная тема. Мы о ней будем говорить позже. Так вот, дух блуда. Он действует не только на сексуальные отношения. Этот дух несет разделение. Это один из нечистых духов, и его цель – разрушить взаимоотношения, общение. Брак, семья – это одна из его целей. Также это может быть разрушение взаимоотношений, как на работе, дружбы, общение в церкви. То есть, есть центр, дух, корень, горький корень, который действует через различные сферы жизнедеятельности человека. Пример этого дерева. Дух блуда – это корень, а ветви и плоды – это сферы жизнедеятельности и, конечно, плод. А сейчас, как увидеть одержимого духом блуда? Пять признаков. Первое. Привлекает к себе внимание. Второе. Постоянно что-то делает, своего рода дерганный. Третье. Непостоянен. Четвертое. Ненасытим, невоздержим. Пятое. Он всегда прав. Одержимость духом привлекает к себе внимание. Во-первых, он постоянно привлекает к себе внимание. Дух блуда – это один из нечистых духов, которые наводят беспорядок, и не только сами, и не только в самом человеке, и обязательно на окружающих. Поэтому этому духу, одержимому человеку, просто необходимо привлечь к себе внимание окружающих, чтобы иметь максимальное воздействие. Быть в центре внимания. Уместно, правильно это или нет – все равно. Это может быть вызывающая одежда, не по обстоятельствам. Например, сильно короткая юбка, сильный макияж. Если на собрании, при разговоре, будет часто перебивать, высказывать свое мнение, спорить. Бегают глазки. Во-вторых, он постоянно что-то делает, своего рода дерганный. То есть, у него постоянно бегают глазки. Друзья, одержимый человек не видит себя со стороны, и не чувствует, что он делает что-то неправильно. Поэтому, что это происходит изнутри него, и ему кажется, что это его чувства, и его мысли, и это нормально. Но со стороны это видно хорошо. Этот человек делает резкие движения руками, жесты. Разговор и жесты обычно как при сильных эмоциях. Постоянство. В-третьих, он непостоянен. Когда с ним разговариваешь, у него нет либо каких-либо приоритетов, определенного мнения, но спорить готов всегда. Это не чистый дух. Он может смотреть разные передачи, читать разные книги, разные вероучения. У него нет постоянства, как в выборе спутника жизни. Поэтому нет постоянства в браке и супруга или супруги. Часто не женатый или не замужем. Он часто меняет круг общения, церковь. И, конечно, все виноваты в его проблемах. Это необходимость нечистого духа наводить беспорядок. То есть, не хочет, чтобы кто-либо из старших руководителей им командовал. Говорил, что он делает неправильно и тем более измениться. Об этом и речи быть не может. Это прямая противоположность верующему человеку, который делает то, что говорит ему Дух Святой и собрание верующих. То есть, те правила и обычаи той церкви, которую он посещает. Бог не Бог беспорядка, а... Откроем послание 1 Коринфянам 14 главу, стих 33. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14 глава, стих 33. Просто говорите с такими и все поймете. Просто поговорите, друзья. Бог порядка. В-четвертых, он ненасытим, невоздержан. Этот человек, если что-то делает, ему всегда мало. При разговоре с ним он всегда ненасытим, то есть, ему всегда мало. Это отличительный признак духов, нечистых духов. Невоздержанность и одержимость Духом блуда это качество передается и человеку. Если в еде, то переедание, брачные отношения, это блуд. Вероучение, то это смешивание всех религий. То есть, нет определенности и тянет на что-то другое. Это плохое, значит. Нужно что-то другое. Друзья, это все хорошо видно на месте Писания, послания к Ефесянам, 4 глава, стих 19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Послание к Ефесянам, 4 глава, стих 19. Наш Бог – это Бог порядка и воздержанности. Бог, Создатель наш, в первую очередь, говорит о воздержанности и воздержанности во всем. В этом есть порядок. Например, вы бы хотели иметь жену и мужа на всю жизнь. Невоздержанность ведет до смены партнера, а воздержанность ведет до семьи и ответственности. Например, вы хотели бы иметь брата или сестру в вашей церкви, общине, на оставшуюся жизнь, ведь это наша духовная семья. Невоздержанность ведет к смене церкви, общине верующих, святых. Вы сами знаете, когда у нас в общении кто-то уходит в другую церковь, как вы себя чувствуете? Конечно, плохо. И, во-первых, всегда помним этих людей. Во-вторых, очень жаль потерять взаимоотношения с ними. И это остается на всю жизнь. Так же и в браке. Бог нас учит, в первую очередь, воздержанности во всем. Друзья, разумеется, греховную плоть невозможно удалить. Ей всегда мало. И это удовлетворение и вся дозволенность ведет к проблемам как в семье, общении, так и в здоровье самого человека. Будут проблемы, а именно болезни. Кто прав? В-пятых, он всегда прав. Человек одержимый будет с вами во всем спорить, прикословить. Его цель вывести вас из равновесия, чтобы вы перестали в мире и покое слышать Духа Святого. Это цель Духом нечистоты вывести вас из мира Божьего. Поэтому этот человек всегда, повторюсь, всегда будет с вами прикословить, спорить и в повышенных интонациях доказывать, что вы не правы. Он всегда будет вас вести к тому, чтобы вы подтвердили его точку зрения. Друзья, это и есть Дух Блуда, чтобы на вас повлиять и, разумеется, сделать соучастником ему. Человек, одержимый Духом Блуда, не останавливается никогда. Он будет упорно вам доказывать, что он прав, пока вы не примете его точку зрения. Берегитесь, друзья. Видимые показатели человека. Сегодня мы посмотрели на основные видимые показатели человека, одержимого Духом Блуда. Друзья мои, не нужно искать эти признаки во всех. Вы этого человека, будь то женщина или мужчина, узнаете всегда. Хочу сказать, что есть одержимость, а есть влияние нечистых духов. Посмотрим на Слово Божье и на место из Писания Евангелия от Матфея 16 главу стих 23. Он же обратившись сказал Петру, отойди от меня сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Это Евангелие от Матфея 16 глава стих 23. Здесь написано, что Иисус Христос говорил Петру, чтобы сатана от него отошел, но он не изгнал Петра из своего окружения, но запретил сатане говорить и влиять на него. И тем более, что Петр не был одержим. Петр был исполнен Духом Святым. Это было видно, когда Господь сказал ему в Евангелии от Матфея 16 глава стих 18. «Я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16 глава стих 18. Кроме всего прочего, церковь, Дух Святой и нечистые духи, и дух блуда – это вещи несовместимы, взаимоисключающие. Когда приходит Бог, нечистые духи, духи блуда и тому подобные уходят. Друзья, есть одержимость, а есть влияние духов нечистоты на нашу жизнь извне, и это очень полезно знать, но это в следующем подкасте. Что делать, если кто-то имеет одержимость с духом блуда? Не хочу оставить без внимания вопрос, что делать с такими людьми. Во-первых, если он у вас в собрании, жизни, церкви, вы ничего не сможете сделать, это его выбор. Дар выбора, пока мы живем на земле, есть у каждого человека. Просто если он у вас в жизни есть, удалите его из друзей, пусть он станет для вас чужим человеком. Есть выражение как язычник. Всегда помните, что у него цель – это разрушенные взаимоотношения, как у него, так и окружающих его людей, ближних. Поэтому всегда держитесь от него подальше. Изгнать духа блуда вы не сможете, если он сам не придет в церковь и не попросит вас об этом. Это его выбор. Как с ним жить дальше, если он в вашей общине? Никак. Просто примите его такой, какой он есть. Вспомните себя, когда вы пришли в собрание святых и были идеальными. Дайте ему шанс измениться. Всегда помните, что церковь принадлежит Иисусу Христу. Если он наводит беспорядок, сплетни, скандалы, то удалите его из общения как вашего, так и из общения святых. То есть исключите его из члена церкви. Пусть будет к вам как язычник. В следующем подкасте мы поговорим, что такое одержимость и что такое быть под влиянием духа блуда. Задайте вопрос Богу, не поддался ли я влиянию духу блуда. Стоит отметить, мы много говорим и будем говорить о духовном мире и Боге Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал для того, чтобы всегда быть вместе с нами в этом увлекательном путешествии. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Павел о нашем поведении сегодня. А более того, мы еще много будем говорить на теме Бога Иисуса Христа Духа Святого. Подписывайтесь и будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Друзья мои, когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь рассказать друзьям, вы помогаете служению спасения и распространению Слова Божьего. Аминь. Слова Божьего Слова Божьего Слова Божьего